То есть берешь белильца, берешь синильца, розовильца, коричневильца. Вот такую грязноватость неба заложишь на ков. Много розового, немного охристового, много чернявого. Загоняем вихрь. Настально загоняем именно вихрь укладки. То есть не пытаемся чертежничать, пытаемся хитростью взять. Следующее действие это уточнение архитектуры. То есть уточнение архитектуры. Уточнение. Некий намек на будущие окна. Причем ты пишешь, как будто бы тебя в шею гонят. То есть торопливо пишешь. Чтобы создать... Посмотри, уже красиво, правда? Так набросково. То есть вот эта вот набросковость, торопливость письма для подобной задачи очень уместно и интересно. Потому что если мы попытаемся стать архитекторами этого пятна, мы забодаемся. И никому это не будет интересно вообще. А вот такой вихрь, интересно, провода у нас потом появятся и прочее. Прикольно? Да. В общем так, как будто у тебя 20 минут на все. Время пошло. Значит ты не хочешь выполнять. Не получается. Смотри, как можно было бы эти... Ну вот если тебе поставили задачу за 20 минут, вот как художники часто в институтах, на вечернем рисунке, ставят тебе такую задачу. Минута набросок с натуры. То есть стоит модель, минута набросок, минута набросок. Вы до полосок. От этого и рождается эта легкость письма. Это приблизительность, это отбор художникам главного в том, что он пишет, в том, что он рисует. Нам не нужен чертеж. Нам нужно главное сделать затеисто. А затеистость может появиться не от деликатного письма, а как раз от жестикулятивного. Много камней. Берешь и не смотришь на рисунок, просто бомбишь камнями. Потом разберешься. Тебе надо создать эту ряд камней. Там ряд камней, а здесь мутата воды. Видно, что вода серая. Но нам же не выгодно такой откровенно серый. Чуть-чуть преувеличим звучание воды в пользу болотистых цветиков. И мутата. Если над водой не мутно, то в воде мутно. Закидал мутное. Потом небочка отражается в воде вот этими цветиками, но в большей степени сиреневинкой. Такой стальной сиреневинкой. Побыстричку накидал, обозначил воду. Ничего такого великого не делал, просто обозначил воду. Тебе нужно срочно, срочно, срочно все пообозначать. Вот эта линия находится на середине, на фотографии. Ну, с натуры было бы чуть сложнее. Ее надо немедленно обозначить просто темным петном. Над ней темное пятно купола. Здесь где-то, где-то живет следующее темное пятно следующего куполочка. В районе этого купола находится темность этого места. Примерно, все, все примерно, все очень примерно. Чуть-чуть цветика, чуть-чуть. Лепка, смотри, это скульптор работает, это не художник. Ой, не архитектор, скульптор. Он срочно месяц из вещества приблизительные очертания. Надо решиться на эту приблизительность. Просто перечень, перечень пятен. Посмотри, уже и цвет появляется. То есть пока ты там ковырял, ковырял, а все остальное у тебя никак не делается. Поэтому побыстричку все понабирал. Понимаешь? Потом уже, если останется время, начнешь выковыривать окна. Начнешь чертить. Вот чертить надо пошустрее. Потому что вот такое, немножко царапанное, нам нужно. Вместе с вот этими вещами. Пусть даже пока не равно очертание. Но зато оно быстренько произошло. Потом, например, у нас небочка вдоль линии горизонта. То есть я что делаю? Я сейчас перечисляю самые эффективные для рассказа о картинке места. Вот одно из эффективных мест это свет вдоль линии домов. Следующий. Следующая ступень неба покрупнее. То есть это придавлено к линии горизонта. Придавлено. Мутновато. Посмотри, сколько уже. То есть я вычиняю самые важные вещи. Для меня силуэт важнее, чем содержание. Камни каждые отдельно перечислять. Ну, нет времени. Нашвырял камни и дальше пошел. Нашвырял этой ведьбы. Дальше пошел. Если что, чуть-чуть напачкал, поскольку там черно. Чуть-чуть напачкал. Чуть-чуть порезал. И не обязательно, чтобы они были черными на свету. Пусть будет не пойми какое. Главное, что тонально совпадает. Правда? Тонально совпадает. Вот, смотри, какую скорость можно развить. Посмотри, смотри, оно плохо, что ли? Хорошо. Вот эта неточность, она в архитектуре, в живописи звучит. А точность не звучит. То есть она, точность, она абсолютно не живописная. Живописная вот эта пляска, пляска линий. Пляска наклона. Прикольно? Ну, красиво, красиво. Ты заметил, что этот зелененький там красиво прозвучал? Да. А что в тиражик не бросил? Молчатый зал? Молчатый. Это зелененький. Мощно отчеркнут темным. Какой цвет красив будет к зеленому? К зеленому? Да. Сиреневый, да? Правильно. Красный антипод зеленого. Значит, к зеленому все, что с краснотой будет красиво. У нас все равно здесь темный. Поэтому нас просто черный никак не интересует. Нас интересует цвет, который будет красив к зеленому. Он все равно будет у нас черняв. Но только появляется живопись. Понял юмор? Да. То есть, вместо того, чтобы усматриваться, какой там цвет, мы, как художники, заранее знаем, какой там цвет. Ну, просто потому что сильневизна и краснота красивы к зеленому. Тихо, но звучание уже есть цвета, да? Цветовая нагрузка появилась. Ну, это же для тебя новость, да? Хорошая новость, да? Да. Что можно так нахальничать. И здесь тоже, соответственно, уместнее будет легкая розовизна. Потому что рядышком зеленца. То есть, не просто чернота непонятного грязного цвета, а уже мы делаем претензии на цвет. Это она? Да. То же самое, близко очень. Но только нам нужно к зеленому, поскольку зеленого мы избежать не можем. Скажут, что это не тот мост. Да и, собственно, именно. Зачем это красиво? Ну, мы сразу все вопросы порешали. К желтому какой цвет красив? Фириновый. Фириновый. Значит, здесь и быть не может другого. Ты согласен? Да. Ну и так все. Как рождается цвет, да? Как это художник так видит? У него в кармане целый запас хитростей. Пусть будет. Пусть будет. Можно же было взять просто чернуху. А мы, смотри, берем с краснотиком. Да. Пусть будет. Да. А мы, смотри. А мы с вами. это они окна но и даже эти окна которые вроде бы так старательно положили можно уничтожить просто для для того чтобы не в окнах счастья логично чтобы оно только мерцало чтобы это было не окна окна не геометрия геометрия заняться линейным каркасом по этой траектории линейный каркас еще продолжится в виде этих проводов и все у нас будет собрано в эту каркасину хорошо в цвете начались игрушечки то есть бери кисть и нагнетай рисунок например вот эти сегменты вот эти сегменты пальцем если что отодвигая краску пальцем если что берешь у неба и отодвигаешь прямо линейный немножко очерченный линейный рисунок хотя вот может быть быть внимателен может быть сначала с главных предметов начни потому что вдруг окажется что нам везде этот каркас черный не нужен а вот возглавит главный и может и хватит обязательно вот эту дыру уходящую вдаль показать вот здесь уходящее вдаль место показать его и можно даже сделать нарочито дымчатым и вот таким глубоким за счет синьки сиреневинки чтобы туда уходило да каркас начни с этого смотри вот этих вот вещей хочется усложненности архитектуры а 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 здесь не только то что смотрит на нас но это что смотрит сбок его тоже показать то что в бок нужна эта толщина вот эти вещи а сейчас смотри красиво когда в городском пейзаже есть вот такой уход в перспективе вот в такое устье ты согласен да как сразу стало интересно туда можно уйти то есть пока ты все-таки чертежничаешь ешь красивый звук теперь к нему привязаться можешь штрихом кисти но привязаться к этому звуку не хватало даже и оживление в этой картине и еще и наконец главное пусть дождь пошел все что угодно ну питер он же такой с дождем мне настолько стало интересней когда испорчено правда что и 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 Субтитры сделал DimaTorzok